Напрасно многим кажется, что все самое интересное покоится в морях и океанах, которые браздили пиратские корабли. Балтика тоже таит массу загадок. В минувшем году во время гидрографических исследований морского дна сотрудники транспортного департамента обнаружили шесть, как они думали, островов кораблей, о которых не было известно ранее. Позднее также выяснилось, что один из обнаруженных объектов вовсе не корабль, а советский самолет Ил-2, сбитый во Вторую мировую войну. Важную роль в научной обработке данных играет рабочая группа по морской археологии Эстонского морского музея, которые следуют связанные с археологией наследия, находящиеся в эстонских водах. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного природного наследия предполагает создание рабочих групп вроде той, что трудится в нашем морском музее. Благодаря этому и у нас есть немало экспонатов, повествующих о покоящихся на морском дненоходках и, быть может, даже сокровищах. Исследовательское судно ЛОД, которое было подарено музею Министерством обороны, как раз и призвано помочь в разгадке этих тайн. Это довольно новое судно, это сделано в 2007 году в Эстонии с Носарема, и там намного побольше удобства, сравнивая с морем. И, конечно, еще это судно намного быстрее. На судне сейчас проводятся ремонтные работы, поскольку в марте прошлого года на нем случился пожар. Так что все ждут, когда завершится ремонт на переданном музее судне ЛОД, то на него планируют установить необходимое оборудование. Оно сможет функционировать на полную мощность, помогая научным работникам узнавать все новые данные о подводном мире. В исследовательских работах также возможно задействовать специальный подводный робот, который может опускаться на глубину в несколько сотен метров. Уже совместно с Департаментом охраны памятников старины было исследовано морское дно недалеко от батарейной тюрьмы. Этот робот может опускаться на глубину до 300 метров. Благодаря ему мы смогли узнать больше о состоянии крепостных сооружений в батарейной тюрьме, которые очутились под водой. Как оказалось, они находятся в худшем состоянии, нежели мы предполагали. Исследовательские работы будут продолжаться и дальше. По словам работников морского музея, они не прекращались и во время пандемии. Конечно, тогда специалисты были сконцентрированы на научных выставках и более тщательном изучении различных документов. Но ситуация меняется, а море, как говорится, зовет. Кстати, ежегодно в водах Эстонии находят около 10 островов и других уникальных объектов, а всего их найдено 594. Таким образом, экспедиции продолжаются. Сергей Овченков, Март Эйнло, Новости Таллина.